СНОВ Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Не так давно мы выпустили цикл лекций по сновидениям. И сегодня я сделала такую презентацию, разобрала один из снов для того, чтобы выложить в общий доступ, чтобы вы понимали, что это за цикл лекций, почему важно разбираться со снами. Тема снов давно у меня на повестке дня, и когда я только начинала практиковать, именно сны помогли мне понять, что во внутреннем мире всё нелогично, там действуют свои законы. И именно сны помогают нам понимать субъективность собственную или другого человека. То есть этот мир не похожий ни на что. Там действуют совсем другие законы, там совсем по-иному воспринимается происходящее. И сны показывают это без цензур. Потому что когда человек рассказывает, он тут же цензуирует свой рассказ. Он боится перед другим показаться хуже, или перед самим собой, чтобы не напасть и аутоагрессия. Это не принципиально. Но цензура присутствует, и поэтому мы видим нереальную картинку. А сны помогают нам видеть наживо, как устроен наш внутренний мир. И в своих снах неплохо разбираться. И если вы практикуете или начинаете уже помогать людям, то сны помогут вам помочь другому человеку осознать происходящее внутри и найти рецепт от его недуга. Для этого ролика я выбрала сон про фотосессию с мамой и бабушкой. Его предоставила моя клиентка. Все сны, которые я разбираю, все на эти сны, на этот разбор я получила разрешение. То есть я не разбираю сны, которые кто-то мне прислал без уведомления другого человека. Как работать со сновидениями? Первоначально сновидения надо записать. Вот не лениться записать, не надеяться на память. Лучше всего записывать сразу после того, как оно приснилось. Или же, если яркое впечатление, то проснуться и сразу записать в телефон текстом. Потом можно уже перечитать, добавить. Сон, записанный сразу после того, как ты пробудился, самый точный. Потому что потом психика начинает докидывать вот ту самую цензуру. После того, как сон записан, его надо разбить на смысловые части. Что такое смысловые части? Это когда меняется сюжет. Меняется сюжет. То есть что-то начинает идти по-другому. Как будто, как в фильме, смена кадра. Было сначала это, этого места съёмка, потом смена кадра. Или появляется какой-то персонаж, или меняется происходящее внутри. После того, как мы разобьём на части, там дальше это будет, мы разбираем каждую часть, символ каждой части, и в конце делаем общий вывод о том, о чём это сновидение, и на что сновидцу, или мне как сновидцу обратить внимание. Итак, сон. Снится, что мне кто-то говорит, что сейчас у меня будет фотосессия, вроде на какой-то горе. Там ангар, я должна быть на лыжах. Там холодно. Я в деревне, где росла у бабушки. Это место, где меня должны снимать. Я вижу высоко. Старайтесь, когда читаете, представлять это фильмом. Не текстом, а фильмом. Развивайте образное, абстрактное мышление. Итак, фотосессия. Где-то ангар, где-то высоко в горах. И это место, я вижу, очень высоко, как будто на другом круге. Или просто вдалеке высоко очень. Видите, высоко-высоко повторяется много раз. Это важно. Не надо пытаться литературно это писать. Вот как чувствуется, так и надо писать. Я не понимаю, как это будет происходить. Говорю, что у меня нет одежды нужной и что это за фото на лыжах. В бабушкином доме мама и бабушка, я как будто наблюдаю, и они меня не видят. Мама волнуется и везде открывает дверки в буфете, там, где посуда. Все, как писал сновидец, я все сохранила. Говорит бабушке, что она не может фотографироваться, потому что она все время голодная. Из буфета к девилке, ложки и еще всякое дребедение, она достает кусок холодца и собирается его есть. Видите, как нелогично. В этом красота сновидений. Бабушка говорит, что можно, как вариант, фотографироваться в доме, в комнате, и я должна вроде еще с какой-то девушкой держать или махать белой простыней или скатертью. Я вроде отобряю, потому что стены в доме выбелены, и думаю, что вид будет более или менее. Потом смотрю в окно, там весь разрушенный двор, доски старые, мусор, как в заброшенных домах. Я говорю бабушке, что это же тоже все будет видно на фотографии, и так, наверное, не подходит. Что ж, это же обман, и на самом деле негде это делать. Вот такой сон. Я предлагаю сейчас нажать на паузу и попробовать записать ваши размышления, о чем этот сон. После того, как вы запишите, уже тогда сверяйтесь со мной, слушайте меня, развивайте собственное мышление. Итак, первая часть фотосессии в ангаре. Я для этого слайда использовала картинки, которые нашла в интернете, но они помогут нам представить, помогут развить это образное мышление. Итак, какие-то горы где-то высоко, ангар в снегу и фотосессия на лыжах. Итак, первая смысловая часть, сейчас разберем ее подробно. Снится, что мне кто-то говорит, что сейчас у меня будет фотосессия. Кто-то говорит, будет фотосессия. Видите, этот кто-то пока не персонифицирован. На какой-то горе, там ангар, я должна быть на лыжах. Должна, говорит, видите, нависаю еще какой-то образ. Мы уже чувствуем какую-то неволю, какой-то глаз Божий уже что-то вещает. Там холодно. Стоит обращать внимание на вот такие вещи, как холодно, потому что это не про холодно, это про что-то другое. Здесь зашифрован какой-то смысл. Я в деревне, где росла у бабушки, это место, где меня должны снимать. Я вижу высоко, как будто на другом круге или просто вдалеке, высоко очень. То есть там, где находится сновидица и там, где находится это место, где предлагают фотосессию, между ними громадное расстояние. Вот надо это ощутить, громадное расстояние. То место, где находится сновидица, это то место, где сейчас находится личность. А другое место — туда, куда она хочет попасть по какой-то причине. И оно очень далеко, очень высоко, недостижимо высоко. Я не понимаю, как это будет происходить. То есть опыта попадения в то место нет. Оно манит, там что-то приятное, опыта нет. Говорю, что у меня нет одежды нужной, и что это за фото на лыжах. Мы разобрали смысловую часть, мы её выделили, и теперь разбираем более подробно. Кто-то говорит. Когда кто-то говорит, и нет персоны, это говорит о том, что не все аспекты Личности признаны. То есть есть аспекты, которые сновидеца пока не воспринимает как собственные. Они точно находятся во внутреннем мире, но сновидеца их не воспринимает как своё собственное. Источник приказов не присваивает. То есть вот это желание доминировать, указывать, приказывать сновидец и не присваивается. В частности, этот сон, кто прислал этот сон, тоже важно понимать. Этот сон одной из моих клиенток, уже мы с ней прошли большой путь, и это в самом начале, когда начинался её личный психоанализ. То есть тут она ещё в этом моменте не понимала собственную авторитарность, собственное желание доминировать, и она всё время казалась себе жертвой. Вот этот говорящий голос — это как раз неприсвоенная агрессия, неприсвоенное желание доминировать. Всё время воспринимается Личность через страдания, что я такая бедная и несчастная, и агрессия не присваивается. Что будет в жизни? В жизни это всё будет спроецировано в какую-то авторитетную фигуру. То есть при общении с другими будет контакт выстраиваться или я выше, или ты ниже. И этот голос, который говорит, что делать, или же давай я буду говорить тебе, что делать, или ты мне говоришь, что делать. То есть отношения на равных здесь не будут наблюдаться. Фотосессия. Вот важно понимать смысл, заложенный в каждое слово сна. Фотосессия — это демонстрация себя мира. То есть мы делаем фотосессию, чтобы показать фотографию. Выход в люди. Создание визитной карточки. Мне надо показать себя людям, каким-то людям вот там в ангаре. Или же сфотографировать там себя в ангаре, чтобы я была… Вот тот вид меня в ангаре, он как будто я его хочу показать людям. Ангар — это пространство, альтернативное дому бабушки. Помните, там у нас был дом бабушки во сне, и ангар где-то высоко. Это говорит о том, что понятно, где субъективность, понятно, где нора личности. И эта девушка уже пытается выстраивать альтернативную реальность. То есть где я могу жить, кроме этой норы. Какими инструментами, какой системой координат я ещё могу пользоваться, кроме своей норы. То есть здесь появляется некое альтернативное пространство. Той норе, которая есть, но пространство ангар. Заметьте, дом бабушки. Помните, там у нас появится буфет, хлопающие дверьки, стена и так далее. А ангар там ничего нет. Ангар — это складское помещение, пустое. То есть контуры его уже наметились. Это где-то далеко. И это пространство холодно. Там холодно, помните, там она говорила? Холодно. То есть там нет эмоций, там нет жизни. Там оно не приспособлено для жизни. Туда можно пойти сфотографироваться и потом опять вернуться в тёплый дом. Высоко, недостижимо, далеко. На другом круге, то есть на ином уровне развития. Как будто для небожителей. Мне доступ в этот круг пока запрещён. Это слишком для меня высоко. То есть клиентка, она как раз была в начале своего психоанализа. Она понимала, что нужны изменения, но казались они ещё тогда невозможными. Слишком далёкими. И здесь мы наблюдаем такое неверие в себя, обесценивание себя, что мне это не получится. Не достигнуть этот круг. Я не понимаю, как это будет происходить. Я не понимаю, как это будет происходить. Не надо буквально эту фразу понимать. Я не понимаю. То есть я не контролирую. Я не имею власти над этой ситуацией. Я не руковожу этим. И значит, будет много страха. Также это нам говорит «я не понимаю». То есть нет такого опыта. То есть то, что говорит психоаналитик, пока кажется какой-то сказкой. Оно ещё на опыте не опробировано, и поэтому всё неизвестное вызывает у нас страх. Говорю, что у меня нет нужной одежды. Это фото на лыжах. То есть нет нужной одежды. Это говорит про невозможность. Вот иносказательно. Я не хочу это делать. Я не буду это делать. Видите, здесь ищется оправдание для самой себя, почему мне это не надо делать, почему мне не надо меняться. У меня не получится, это всё бессмысленно и так далее. То есть проблем нету найти нужную одежду. Но здесь к действию мне человек сновидится, не подходит. У меня нет нужной одежды. И как будто это сразу забраковывается. Не ищется способ решить проблему, а оправдывается собственное бездействие. И нельзя говорить о страхе. Видите, здесь об эмоциях напрямую не говорится. То есть страх не признаётся. Это высоко, и мне страшно. Эта фотосессия непривычна, и я волнуюсь. Я боюсь этого. То есть эмоции пока ещё не выведены в сознание. Невозможность отказать голосу. В этом первой части мы чувствуем такое, как будто ягнёнка на заклане её тащит. То есть пока этот голос внутренний, который ей говорить надо вот так вот делать, он доминирующий. Она как будто рыбыня этого голоса. Про одежду – это я не могу выйти к людям, такая, какая есть неуместная. То есть одежда, она всегда скрывает нашу, нашу оголённость, то, какие мы есть. И мы одеждой как будто можем себя преподнести такими, какими мы бы хотели, чтобы нас видели. Поэтому одежду тоже не строят воспринимать буквально. То есть нет атрибутики, нет какого-то пропуска вот в тот высший круг, в который как бы хочется попасть. Но пока оправдание, почему я не могу это сделать. Красивая, недоступная жизнь, при взгляде на которую сразу становится страшно. Теперь вторая часть. Смотрите, какой тут интересный момент. И он говорит о том, что идентичность пока сновидицы не приобретена. Здесь я тоже выбрала фотографию. Мама, бабушка. И там была девочка, но девочку я убрала, потому что её как бы не существует. И сновидица говорит, я наблюдаю себя со стороны. То есть она там есть, но её там нет. Вот это состояние я есть, но меня нет. И буфет я выбрала для иллюстрации этого слайда. В бабушкином доме мама и бабушка, я как будто наблюдаю, они меня не видят. Они меня не видят. Мама волнуется и везде открывает дверьки, в буфете, там где пасут. Говорит бабушке, что она не может фотографироваться. Видите, сначала клиентка фотографировалась, а потом как будто мама фотографируется. Очень интересный ход. Вот эти нелогичности говорят нам о сути проблемы. Не может фотографироваться, потому что она голодная. Посмотрите, какая интересная логика. И я не могу фотографироваться, потому что я голодная всё время. Вот эта нелогичность, мы потом на неё с вами обратим пристальный взгляд. Из буфета, где вилки, ложки и всякое дребезень, она достает кусок холодца и собирается его есть. Кажется, тарабарщина или бессмыслица. Но не для исследователя внутреннего мира. Здесь очень много смысла. И сейчас мы попробуем разобрать. Итак, символизм второй части. Наблюдение за мамой и бабушкой – это наличие двух присматривающих объектов. Что это такое? Под каждого значимого взрослого, тот, который нас кормил, содержал, опекал, мы выстраиваем какую-то идентичность, с помощью которой мы пристраиваемся к нему, мы ведём себя так, как хочет он. И для того, чтобы вести себя так, как надо этому объекту, мы формируем набор паттернов, которые мы потом можем назвать субличностью. То есть это манера поведения. Манера поведения. И у этой клиентки их два – мама и бабушка. Эта клиентка, мама её отдавала бабушке, поэтому бабушка – значимая была фигура. Это был не 7-минутный персонаж, а такой заместитель мамы. На фотосессию идёт мама, а не сновидица. То есть наша сновидица в люди выходит в идентичности, которая сформировалась рядом с мамой. Рядом с мамой. Как мама. Людям показывается тот образ, который был выстроен под маму, поэтому идёт смена ролей. Сновидица фотографировалась, а потом мама. И мама устраивает эту истерику. Мама боится фотографироваться, потому что она голодная. То есть мы можем предположить, что у сновидицы с мамой были отношения, как у матери с ребёнком, но наоборот. Сновидица была мамой, потому что мама как бы истерит. Мама говорит, я не хочу. И тут появляется бабушка, которая опекает. Вот так бывает. Бабушка выращивает гиперопекаемую мать с вседозволенностью, а её дочка становится вот той опекающей бабушкой, которая опекает вот этого немного разбалованного ребёнка. И она одновременно носитель и вот этой вседозволенности мамы, и опекающих аспектов бабушки. И мы в этом с ней видим, как это всё переплетается. Мама, то есть вот эта надирающая фигура, ксерокопия мамы, публичность не поощряет. Она такая социопатичная, это идентичность, выстроенная под маму. А социальная. То есть публичность её пугает. Вот сидеть в норе, спрятаться, вот это ок. Много стыда за желание слияния и удочерения. Про это нам говорит голод. Я всё время голодная. То есть я всё время не насыщаюсь рядом с людьми, потому что я жду от них принятия. И я испытываю рядом с другими людьми потребность в слиянии. То есть это как голодный ребёнок, который хочет припасть к груди. Общение с людьми не дают мне ощущения насыщения. Из-за этого голода я с ними вступаю в странные отношения. Вот в слиянии это всегда отношения или сверху, или снизу. Ты моя мама, или я твоя мама, давай разберёмся. И клиентка уже понимает, что что-то не так, но ещё не может напрямую назвать это своими именами. Она это называет голодом по еде. Это интересный момент. То есть вот этот голод внутреннего ребёнка, если хотите, ваифа, по матери, он не даёт возможности социализироваться. Я не могу фотографироваться, потому что я голодная. То есть, когда мы говорим о желании вот этого безусловного принятия, это всегда про или я тебя удочерю, или ты меня удочерей, или давай по очереди друг друга удочерять. Нету отношения на равных и отношений с реальными людьми. Хочется понравиться, хочется безусловного принятия, и именно поэтому много тревоги внутри. Поэтому выход в люди сразу вызывает много тревоги, потому что мне придётся под них подстраиваться, терять себя. Я ставлю сверх задачу всем понравиться, и поэтому я чувствую насилие над собой. То есть выход в люди это как изнасиловать себя. Тут интересный момент про вот это появление обсессивно-компульсивного поведения. Повторяющиеся действия во сне говорят про навязчивое обдумывание. То есть во сне мы видим обсессивное мышление, повторяющееся об одном и том же. В этом сне мы видим как открывание разных дверек. Или же вилки-вилки-вилки, ложки-ложки-ложки. Там могут тараканы-тараканы, муравьи-муравьи. Вот это вот повторяющиеся какие-то элементы. То есть нет гарантии безусловного принятия, поэтому страх. Если бы гарантия безусловного принятия была, или же от других не требовалась гарантия безусловного принятия, то вот этого тревоги бы не было. И тревога заедается. Видите, как интересно. Часто еда становится заменителем отношений. То есть отношения с другими, как с едой. Я хочу их есть, как грудь. И поэтому отсутствие отношений я заменяю едой. Вот в этом сне у нас три женщины. Видите, мама, бабушка и сновидеца. Мужчин нету. Поэтому с отношениями тут понятно, что проблема. Даже девушка, которая машет, ещё вторая, тоже девушка. То есть мужчина из этого мира изгнанный. С ними ещё контакт не установлен, с этими инопланетянами. Еда — это доступный источник удовольствия. Всё, что связано с удовольствием, это связано с ощущением собственной ценности. Я доволен, я удовлетворён, я хороший, я правильный. И когда чувствую человеку неправильность, нехорошесть, надо поесть, я почувствую удовлетворение. И таким образом я компенсирую эту свою плохость, аннигилирую эту плохость. Эмоции не сознаются. То есть тут, если бы сновидица понимала, я думаю, сейчас она уже бы написала со всеми этими эмоциями. Тогда это было начало её психоанализа. Тут можно было написать «Мне страшно фотографироваться, мне стыдно показать себя, я злюсь, что я не могу это сделать». А здесь всё иносказательно. То есть событийность во сне не стоит воспринимать буквально, она говорит о чём-то. Она говорит о каких-то эмоциях. Открытие всех отделов буфета — это такой поиск успокоения в мышлении. Я открываю, ищу что-то нужное, как будто она там одежду, может быть, искала, или ещё что-то. Или я это делает для того, чтобы найти какой-то выход. И потом понимает, я голодная. То есть все потребности сводятся к еде. Так бывает, когда человек не дифференцирует собственные потребности, то ему кажется всё время, что он хочет есть. То, что я хочу есть, мне можно узнавать, остальное нельзя узнавать, поэтому чёрт с ним, давайте хлеб. Третья часть. Интересный момент. Выбеленные стены, но разруха. Давайте разберёмся, что это. Бабушка говорит, что можно, как вариант, фотографироваться в доме. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём, никуда тебе из норы не надо, сиди в этом мире, ничего не меняй. И тебе не будет ни страшно, ни больно, ни стыдно. Давай ничего не будем менять. В комнате, и я вроде должна ещё с какой-то девушкой держать или махать белые простыни. Вот цвета очень важны. Вот это холодно, кушать, белая простынь, это всё несёт смысловую нагрузку. Я подчеркнула вот эти вот места. Я вроде одобряю, потому что стены в доме выберены. Видите, здесь мне какой-то голос говорил, я подчинялась, а здесь уже я главное, я решаю, я уже одобряю. Здесь происходит отождествление себя с этим голосом. и здесь уже включается сознание, то есть это говорит о том, что у клиентки есть возможность осознанно выбирать, но если это касается того, что внутри. Внешний мир нет, он высоко ещё далеко пока. Так, потом смотрю в окно. Окно — это всегда вот нора, это дом, окно — это контакт с внешним миром. Мы смотрим в окно, во внешний мир. И вижу там разрушенный двор, разрушенный дом. То есть здесь безопасно, здесь выбеленные стены, а там разрушенное. Это мой двор, он нас отделяет дальше от внешнего мира, и вот этот контакт с другими людьми, он разрушен. Там всё поломано, и всё старое, и неугодное. Я говорю бабушке, что это же будет всё видно на фотографии, и так, наверное, не подходит, это же обман, и на самом деле негде этого делать. Символизм. Можно фотографироваться только в доме. Никуда не ходи, сиди здесь, не рыпайся, ничего не меняй. Это страх быть непринятой, страх не быть одобренной. И этот страх блокирует активность, блокирует перемены в жизни. Сновидецы безропотно соглашаются, вот кто-то же эту мысль рождает, не надо, всё здесь хорошо, в доме ничего. Как бы с одной стороны она принимает решение, что тут ок, но предлагает это бабушка. Один из надирающих объектов бабушка, вот такая социопатия, это от бабушки. Бабушка никуда, вот маленький домик, и вот ты живи в таком же маленьком домике всю жизнь, как я. Не надо никуда выходить, тут всё есть. Не надо ничего менять, и так хорошо. Не надо тебе ничего нового, как-нибудь доживёшь. Ничего не меняй, и такая жизнь тоже подходит. И это всё далеко, это всё не для меня. Это всё недоступно. Белое, белый цвет, он символизирует идеальность и святость. Вот это махание белой простынью, это про что-то хорошее, отбелить, выбелить образ, белый как фон, то есть какой-то образ окружить вот этой святостью, преподнесение себя миру в лучшем свете, в белом фоне. Произвести благоприятное впечатление. Постановочное фото выдаёт заброшенный двор. То есть тут я вроде бы целенькая, но как только пытаюсь выйти из дома, там всё заброшено. То есть это мир, вот эта буферная зона между моей норой и тем миром. Меня отделяет заброшенный двор, то есть старые установки, которые негодные для того, чтобы устраивать контакт. их невозможно показать, за них стыдно. Я опозорюсь, если с этим выйду в мир. И эту ветхость надо поменять. Но психика не думает о том, что надо навести порядок, убрать. Это такая обречённость, ощущение, что ты пленница, и тебе нельзя даже показаться миру на фотографии. Видите, выйти нельзя, и даже фотографию сделать нельзя, потому что все поймут, кто ты на самом деле. Произойдёт разоблачение, если другие увидят. Это будет видно, страх разоблачения. Белая скатерть не способна скрыть эту разруху. И клиентка понимает, что это всё обман. Я предположу, что этот сон мог сниться тогда, когда эта девушка хотела разместить свою фотографию на сайте знакомств. И мама и бабушка внутренне вцепились в неё, чтобы она этого не делала. Ты опозоришься, ты никому не будешь нужна, не делай это, эта жизнь не для тебя, оставайся в одиночестве. И эта запертость, она ощущается во всём этом сне. Итак, итог. Дом, белые стены, мама и бабушка. Мама нервничает, и как будто не я нервничаю, а мама. Эмоции себе не присвоены, хотя это была тревога сновидицы фотографироваться. Где-то там лучшая жизнь, до неё далеко там холодно, непонятно. И какие-то дурацкие лыжи, да, надо краситься, надо делать прическу. Всё это по-дурацки. Это всё как будто бутафория. Нам и тут хорошо с мамой и бабушкой. У нас есть холодец, у нас есть буфет, в крайнем случае, белая простынь, но даже тут фотографироваться нельзя, потому что если я фотографируюсь, меня разоблачат. и по расшифровке этого сна понятно, где, на что обратить внимание, с чем надо работать, какие установки надо пересмотреть, как изменить кривизну субъективности, какие очки подобрать, чтобы начать видеть реальность. Так кажется всем, что между тем местом, где я живу и между моей другой жизнью, пропасть, людям часто снятся сны про какую-то пропасть, которую надо преодолеть. это кажется неимоверно далеко, и психоаналитику тут сложно, потому что человек не может его понять, услышать, чтобы понять, как выстроить мост вот в этой зацикленности на себе, а у него у самого нет понимания, как это делать, да, ну, это все преодолимо. Вот так можно расшифровывать сны. Так что, если вас это заинтересовало, есть уже первый модуль, собираемся снимать еще модули, и если вы хотите прислать свой сон, присылайте. Если я выберу ваш сон, то доступ к лекции, где я расшифровываю ваш сон, у вас будет бесплатно. Не ко всем, не ко всему модулю, а к одной лекции, где я разбираю ваш сон, будет бесплатно. Вот такой наш интересный внутренний мир. Желаю вам хороших снов и до встречи.